Мы находимся в Волгограде. В этом замечательном городе есть косметический бренд, который называется «Ле Мусс». И так, по приглашению основательницы бренда Ольги Нечаевой, мы решили приехать и посмотреть производство этой косметики. Идет со мной. Здравствуйте. Меня зовут Елена Летучая, я по приглашению Ольги. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Только я вас сюда не пущу, без бахилки. Так, хорошо, ладно, бахиливаемся. Так. Вообще, мы чистенькие всегда ходим. Мы сейчас поднимаемся по нашим центровым лестницам. Лестница и вход для чистой зоны для девочек, которые непосредственно в стерильной зоне изготавливают саму продукцию. Она находится на заднем ходе, то есть там специальная система входов и выходов, чтобы стерильная зона всегда оставалась стерильной. Приятно познакомиться, Алла Игоревна, директора производства. Ну, пойдемте смотреть. Пойдемте. Так, вот здесь мы сразу попадаем в такое небольшое проходное помещение, где у нас тара лежит, различные баночки, крышечки. Это склад для тары. Да. Я слышала и читала на форумах, пишут, что вы готовите косметику, ну, в каких-то подвальных помещениях. Ну, а если вот это светло-огромное помещение с окнами на потолке похоже на подвальное помещение, то да, это у нас подвальное помещение. Не посмотришь. Да, один миф развеяли. Так, куда вы хотите направиться? Показывайте. Мы можем сразу пройти, например, в нашу стерильную зону, только там есть определенные условия для входа туда. Да, вот здесь должны для посторонних лиц, как бы мы не были вам рады, но мы все-таки постороннее лицо на наше производство, поэтому надо обязательно, чтобы вам наш контролер основной, главный, прочитал инструкцию по тому, как мы можем себя отнести в лабораторию. Ну, давайте, мы готовы. Мы сейчас узнаем, как готовят косметику. Давненько, мне кажется, вы меня в шапочке-то не видели, да? Сейчас еще будет халать. А с кроксами, кстати, у вас хорошая идея. Да. Ну, они всегда новые, мы их всегда обновляем, так что... Ну, все равно, в любом случае, это производственное помещение, даже, ну, иногда бывает, что-то прилипает, но вот раз нам в полгода, мы точно меняем все это на новое, все стерильное. Ну, слушай, мы готовы. Так. Да? Все, можем проходить, да, и там нам зачитать инструкцию. Сразу хочу сказать за кадром, вся группа в шапочках, в, значит, в халате, когда я покажу, как... Как это? Вот они все у нас, как пупсики. Идемте. Так. Видите, как затеют, но руки все равно. Попробуй. Попробуй. Обрабатываем тоже чем-то, Леонид? С Беркли. С Беркли? До этого пока не дошли. Ну, поехали. Это вы для нас делаете, или вы все время так делаете? Нет, все время. Серьезно? Честно? Глаза честные, верю. Пойдемте. Так. Какие они тут все хорошенькие. Здравствуйте. 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 Вот, это Вера Васильевна, управляющая нашей кухонкой. Здравствуйте, Вера Васильевна. Можете... Я спиртиком обработана, я счастливая. Если что. А, у вас есть черные только. Рассказывайте, показывайте, что у вас здесь. Здесь находится производственный отдел. Здесь непосредственно готовится продукт компании «Лямуз». Это основная наша кухня. Пойдемте показывать. С той стороны находится лаборатория и моечная. Да, если заглядывают такие... Да, там мы изобретаем продукты, тестируем, и только потом вводим в основное производство уже для большого коллектива. С чего начнем? Вера Васильевна там перенервничала, по-моему, забыла эти правила зачитать для посторонних лиц. Я вам там должна была, на входе, а мне сказали... Ну, должны были, уж тут читайте, чтобы мы на всякий случай ничего лишнего тут... Вести себя нужно аккуратно, ни к чему не прикасаться, если только в перчатках вы хотите, чтобы понюхать, посмотреть. Не касаться к миксерам, не совать пальцы в розетку. Поняли, в розетке пальцы не суем, а в миксеры тоже бережем пальцы. А сегодня девочки готовят мусс, наш новый мусс, новое изобретение, дынь в шоколаде. Вот такой формат изобретения, он у нас есть в патенте, то есть у нас есть подтверждающий документ того, что мы первые в мире начали изготавливать такой продукт. До нас были как бы отдельно взбитые масла, но не было такого количества и настолько идеальной пропорции этого продукта. Я вижу просто белую массу, что это за мусс, для чего он? Это мусс из 9 или 15, это разные виды продукта, натуральных масел со всего мира, то есть это лучшие масла со всего мира, которые мы отбираем, мы проходим проверку качества каждого масла в отдельности, то есть у нас есть сертификация на каждое масло. Что с муссом делать, куда его? На тело. Это мусс для тела? Да. То есть какой-то эксклюзивный, запатентованный. Да. Если намажешься, что? Будешь как... Клеопатра. Как Клеопатра? Все, нам надо. Что у вас руки-то дрожат? Не кусну я вас. Пахнет ароматно. Идемте дальше, да? Ну, вот сейчас мы с вами попали, получается, на уже конечный, так сказать, на раскладку, когда девчонки добивают и происходит фасовка, но... Просто обратим внимание, как здесь чисто. Посмотрите, во-первых, все одеты просто полностью, вот только лицо, руки, ножки, все в халатах, в специальных еще пленочных халатах, вокруг все чисто. Как вы подкрыли, подкрыли. Подкрылись. Хочу обратить внимание, то есть мы периодически также, ну, мы честны со своим покупателем, мы снимаем периодически производство, и то есть иногда людей немного напрягают, вот, допустим, ложки, которыми производится раскладка. Но на что хочу обратить внимание, что любой металл, который вы видите, и любые там жестяные поверхности, это все не ржавейка, даже в гости не прописано того, что должны использовать какие-то специальные лабораторные инструменты, то есть и для нас также важно, чтобы девочкам тоже было удобно и комфортно работать. Ну, как бы, если им удобно работать вот именно ложкой, создавать красивую раскладку продукта, то, пожалуйста, потому что мы не нарушаем никаких правил. Здесь начальница, а давайте спросим вот у людей, вот удобно им или неудобно. А можно с вами познакомиться? Да, здравствуйте, Екатерина. Екатерина, как вам здесь вообще на этом? Не смотрите ей в глаза. Мне отвечаете правду. Как вам здесь? Обличная. Хорошо? Да, нам нравится. Вам нравится? Да. Глаза честные, ладно. Говорят тут что-то про ваши инструменты, про ложечки. Удобно вам тут? Да, да. Нам все удобно. Мы каждый выбираем ложечку, кому как удобно. А сами пользуетесь косметикой? Конечно. Поэтому вы такая красивая? Да. Хорошо. Все, не отрываю вас от работы, спасибо. А вот здесь вот, Лен, вы видите вот ту стадию, вот то, что превращается в наш мусс, а это получается практически начальная стадия. А это масла? Да. А вот вы сказали какие-то особые ингредиенты, которые собираются со всего мира. О чем мы говорим? Это различные масла, которые, каждое масло у нас с какой-то, с какого-то отдельного региона, с какой-то там страны, там, где это вот как фрукты. То есть есть страны, в которых вкусный арбуз, есть страны, в которых он не очень вкусный. Точно так же в каждой стране есть какое-то свое определенное масло, где оно максимально лучшего качества. Это помещение набора масла, отсюда начинают делать свою работу. А можно заглянуть? Можно заходить в любые двери? Да. А, да? Свет. Мне нравится такой подход. Так. Ой, а какой аромат-то здесь? Сразу понятно, что здесь масло. Да, это наборочное масло. Масло охорошее. Я никогда не в жизни не видела масло ши в таких объемах. Да, мы закупаем его тоннами, потому что это очень популярный из списка наших. Жижаба, витамин Е, макадамии, миндаль, масло виноградной косточки, масло облепихи. Это как раз вот эти много-много масел как раз вот в этом муссе в вашем, да? Весь пластик, который вы здесь видите, он пищевой и так же не противоречит правилам ГОСТа. Знаете, когда я раньше кухни проверяла, я все время говорила, ну, в плохом таком контексте, когда, например, вот был неприятный запах, я говорила, боже, как жалко, что телевидение не передает запахи, вы бы просто не смогли здесь находиться. А вот здесь я говорю, как жалко, что не передает камера ароматы, потому что здесь просто фантастически вкусно пахнет. Я очень люблю масла. Ну, все, смотрю здесь. Идите, идите. Частенько у них тут. Да, можно водить белыми перчатками. У нас точно чисто. Здесь даже на самом деле можно провести эксперименты, даже по полу поводить белыми перчатками. И я более чем уверена, что они останутся чистыми. А, есть белые перчатки? А, есть белые перчатки у нас? К сожалению, у нас только черные. Полотенце белое, да. Впервые в истории я проверяю салфетками полы. Окей. Где хочу, могу провести? Да, где угодно. Чисто. Как давно я это не говорила. Так, мы сейчас можем пройти сразу в контролерскую, там, где у нас продукт проходит второй контроль качества. Посмотрим, да. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем это вы тут занимаетесь? Сливаемый мусор. Хорошая работа. Они все чистенько. Трубомарно. Ароматно пахнет. Вам нравится ваша работа? Конечно. А зарплата вам хорошая плать? Конечно, Ольга Андреевна не бежает. Смотрите сначала мне. Зарплата у девчонок, так вот это ручной труд. У них очень хорошая. Ну, ты можешь сказать, сколько ты получаешь. Да. Вообще неплохая зарплата 80 тысяч. Особенно для Волгограда. Да. Это термошкаф. Его открывать нельзя. Да. Хранятся продукции и проверяются на срок годности. Это один способ испытаний продуктов. А, испытаний продуктов, да. Проводит, да, главный технолог наш. Важный этап. Куда дальше идем? Можно пройти сюда? Контролерская. Здесь у нас проходит второй контроль продукт. То есть девочки-контролеры получают оттуда мусс, там, суфлеши и прочее. Проверяют тоже это все. По каким параметрам проверяют? А можно с кем-то пообщаясь? Можно. Почему я вообще вас спрашиваю? Непонятно. С Жанной. Давайте, Жан, здрасте. Здравствуйте. Меня Лена Летучая зовут. Здравствуйте. Расскажите, по каким параметрам, дайте-ка я вот сюда подойду, по каким параметрам вы проверяете баночки этого муса? Ну, во-первых, консистенция должна быть, мусса соответствовать. Научите меня. Ну, как вот проверяем? Открываем банку. Так. Смотрим раскладку. Симпатичную. Чтобы не было никаких ни царапин, ни мусора постороннего, закрываем. Весничек не было, чтобы. Да, все правильно. Теперь смотрим вот здесь, боковину банки, чтобы не было точек, ворсинок вдруг встречаются. Переворачиваем сюда. Тоже смотрим то же самое. И все, если с бабушкой все хорошо, мы ее оставим. А если что-то увидели, куда? Ну вот, я забраковала, подаем на переработку. Вот здесь небольшая ворсинка. Ну-ка, дайте посмотрите. Наверное, вас может это удивить. У вас глаз алмаз, я вам сказала. Слушай, тут какую-то ворсинку. Увидите ворсинку здесь? Очень часто то, что видят наши контролеры, не видно. Удивили. Все, хорошо, поняла. Бизнесу вообще сколько лет? Полтора года. А какое участие вы принимаете в разработке продуктов? Вы их, не знаю, вы их креатите, что мы должны произвести? Потом команда работает. Какое ваше участие? Начнем с того, что у меня есть какие-то базовые понимания о косметевтике. И я совместно с технологами подаю им какие-то идеи для разработки продукции. И дальше они уже доводят всю эту формулу до совершенства. Далее вся эта история проходит испытания, именно тесты самой продукции. Это различные испытания, это на термоустойчивость, то есть это холод, это тепло, это испытания на центрифуге. Потом проходит сертификация, я же правильно понимаю, все сертифицированы? Декларированы. То есть у нас все масла сертифицированы, и поэтому нам достаточно для косметической истории, нам нужна именно декларация этого продукта. У вас очень красивые глаза, я вам уверена, я хочу видеть документы. Покажете мне? Покажем. Покажем. Мы сейчас вот как раз-таки можем пройти в офис, там где у нас хранятся документы в сейфе, и наш специалист может как раз-таки ответить на все вопросы. Ага. Сейчас будем проверять документы. Здравствуйте. 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 Как вас много? Добрый день. Юля, не обосрись. Юль, мы к вам, да? Мама с пальцем. Покажите мне, пожалуйста, документы на сертификацию, на продукцию. И еще мне было, хотелось посмотреть патент, про который говорили. А, да, конечно, сейчас. Все документы у меня в сейфе хранятся, поэтому прошу. Так, вот, пожалуйста, патент. Патент, да? Так, мусс для ухода за кожей тела. Ничего, Андреевна, это вы. Все, у вас все. Я явка, приветствую. Изобретение. Считаем. Рукой территории по индивидуальной собственности. Формула изобретения к патенту Российской Федерации. Мусс для ухода за кожей. Так, ну что, патент оригинальный, да? Конечно, у нас все оригинально. По вашим зеленым глазам невозможно не поверить. Ну что ж, патент есть. Сертификацию покажите. Так, вот, пожалуйста, папочка. Давайте. И начиная с нашего первого продукта, все декларации соответствия. Даты где здесь? Даты вот, регистрации и до. К каждой декларации прилагаются оригинальные протоколы испытания и так далее, по каждому продукту. На каждую линейку продукции здесь представлена декларация соответствия. И, в общем-то, к каждой декларации соответствия прилагается протоколу независимой испытательной лаборатории. Вот, то есть, да, линейки продукции, их порядка сорока. Я понимаю, что вот эти последние. Да. Это протоколы испытаний. Как часто делаются такие протоколы испытаний? Протоколы испытания оформляются, это архив. Это у меня здесь архив, заархивированная продукция. Протоколы испытания проводятся перед пуском линейки в продажу, в пользование. Проводятся, получается, раз в три года, потому что у нас декларация оформлена на три года. Мы взяли минимальный срок, чтобы, ну, как бы, если вдруг какие-то будут нюансы, то совершенствовать. Ну, мы не дожидаемся этих сроков и совершенствуем именно тогда, когда надо. Вот, если что-то Ольге Андреевне не нравится, какая-нибудь консистенция или что-то еще. А бывают у вас жалобы на вашу продукцию? Я не могу вспомнить что-то такое, чтобы у нас прям вот реальные жалобы посыпались. А я объясню, что я имею в виду. Жалобы, например, на какой-то крем у человека аллергия. И обратился человек, например, к специалисту. Было такое? Прям сильно страшных случаев не было, но в любом случае мы используем натуральные ингредиенты в составе. Они не гипоаллергенные, поэтому везде мы пишем, что у вас может быть индивидуальная непереносимость. И мы всегда предупреждаем об этом. Даже вот в любой книжечке, которую отправляем из продукции, у нас везде это написано, что проведите сначала аллергопробу. Тест на руке. Аллергенность, да. Это на самом деле один из хороших советов касаемо вообще любой косметики, даже самой элитной французской. Это комната отдыха персонала, но конкретно для варщиц, для контролеров. Здесь все оборудовано для питания. А то есть у каждой девочки есть шкафчик? А вот это у нас командные шкафчики. Это шкафчики. Здесь у нас стоит всякая еда. Но открыть можно любой, потому что частота соблюдается у нас не только в производственной зоне, а вот за уголочком сюда не ходят мальчики, только девочки. Они переодеваются непосредственно, вот такую одежду там домашнюю снимают, одевают лосинки, футболочки, а халат непосредственно в производстве. Ну очень миленько, чистенько. Вообще, когда такие есть зоны для сотрудников, это говорит о том, что, безусловно, здесь думают о сотрудниках, о том, чтобы им было комфортно, чтобы им было где переодеться. Конечно. Кроме того, индивидуальные шкафчики у них, тем не менее, есть. Вот там по лестнице у каждой девочки ключ от своего собственного шкафчика, где она может оставить деньги, там телефоны, все, что нужно, личные вещи. Молодцы. Вот можно сейчас зайти на этикировку. А, давайте. Люди, вы где там все? Мы уже здесь на базе, на точке. Девчонки. Маркировки. Мы по вашу душу. Кто может красиво показать супербыструю этикировку? Кто хочет? Такая красивая форма у них, вообще такой цвет красивый. Цвет бренда. Он не совсем такой, да, их еще надо... Давайте я сама выберу. От хлорирования. Здравствуйте, как вас зовут? Нет? Нет? Боится. Кто не боится? Давайте. Давайте. Вот вы самая улыбчивая, давайте мы с вами поболтаем. Как вас зовут? Виктория. Виктория, рассказывайте, чем занимаетесь? Мы клеим наклеечки на нашу продукцию. Так. Покажите нам, как вы это делаете. Давайте снимем это крупно. А вы рассказываете. Сначала у нас клеятся низушки, потом мы клеим боковушки. Низушки это вот эти штучки, да? Да, это нижняя этикетка, на которой все написано. С какой скоростью вы это делаете? Ну, в принципе, коробку мы делаем минут за 10-15. Коробку в смысле вот такую? 36 штучек, да. 36 штучек за 10-15 минут? Ну, за 15, да, наверное, где-то будет. Я еще хочу такую добавочку внести, что мы вообще девочек засекали, кто быстрее, станки или они. Так вот, есть некоторые позиции, которые быстрее делают девочки вручную, чем на станках. Это так удивительно, особенно вот эти вот донышки. Я так понимаю, ручной трут все-таки дороже? Да, он дороже, но станки, к сожалению, не клеят так идеально, как они. Вот сколько мы еще не перепробовали, очень сложно. Сколько стоит вот такая банка мусса у вас в бренде? Это сколько там масел? 15. 1790. 1790. Вот такая, выбор такой упаковки, простой, несложный. Почему выбран? За такую цену, что мы продаем этот продукт, у нас огромнейшая просто себестоимость самого продукта. То есть, я по секрету скажу, что в основном предприятие тратит там на себестоимость 10% всего. Это вместе с банкой, совсем. У нас себестоимость именно самого продукта больше половины стоимости. Сейчас я вам объясню. Выбор недорогой упаковки, но, кстати, очень симпатичный. Как раз позволяет брендам внутрь крема, внутрь этой баночки положить ценные ингредиенты для того, чтобы была эффективность. Потому что очень много брендов, которые делают красивую упаковку, тратят на нее колоссальные деньги. Но, в целом, крем у нас получается просто из вазелина. Поэтому, когда я вижу вот такие простые упаковки, я, например, считаю, что это правильно и у меня больше доверия. Потому что я правильно понимаю, что это вся косметика, которая у вас тут есть? Ну, это не вся косметика, да, но какая-то часть образцов того, что мы производим. Это вот свечки, массажные свечи. Их можно даже вот так взять на руку, и они на основе воска, кокосового воска. И пока массаж делается, то есть они очень такие мягкие и податливые. Дайте огня. Дай с огонь. Немножечки рядом лежат. А, да? Да. Вот все организовано здесь. Так, дальше рассказывайте, пока я здесь буду. Там можно их поджечь. Потом он совершенно не горячий. Ну, естественно, если не тонну вылить этой свечи на руку. Я всегда просто была интересна, что такое массажная свеча. Вот клянусь вам, делаю это впервые в жизни. Вот прям даже не лукавлю. Сейчас, а что, нужно, чтобы оно капнуло, да? А он сейчас чуть-чуть подтаять должно. Ой, сейчас опалится. Ой. Ну, извините, позвали Лену летучую, значит, терпите убытки. Так, теперь, а, это массаж, да, это нужно делать? Да, то есть оно будет вот так, когда делаешь массаж, и оно разогревается. Разогревается и плавится уже на теле. То есть, на самом деле, ее можно даже не топить. Воск очень податливый. И более того, воска, они не являются комедогенным продуктом. То есть, не закупоривают поры. А именно, является эмалентом и удерживают влагу непосредственно внутри клетки. Кстати, у нас есть... Я просто обожаю лаванду, я уже, знаете, уже прибалдела здесь у стенда. Летний дождь, он на любителей. Тут находятся очень крутые эфирные масла, природные эфирные масла. Это природные афродизиаки. Мне просто понравилось, я еще вторую руку хочу. Простите. И вот, мне интересно, понравится вам этот аромат или нет. Ой, я очень привередливая в ароматах. Вот, он очень странный, поэтому он может не понравиться. Я создавала его в беременность. Я хотела создать... Тогда понятно, почему он странноват. Я хотела создать аромат подвала. А что вы еще ели во время беременности? Мне даже интересно. Аромат подвала создавали. В общем, он такой. Сырости, летнего дождя, мокрого асфальта, перегноя. Какой интересный аромат. Ну, вот это вот пожухшая листва, когда в лесу. А вы знаете, а мне нравится. Вот это значит, что у вас очень развитые рецепторы. Да? Да. Поняли? Да, я только что придумала. Как вас похвалить, да? Не, на самом деле интересно. А как создается, я даже не представляю. Вот вы беременная, решили создать, значит, аромат дождя. Как это происходит? Технически просто я не очень много. Чисто случайно. Мне кажется, я очень такой человек, который общается со Вселенной. И немножечко еще ку-ку. Хорошая реклама для вашего бренда. Я общаюсь со Вселенной, еще немножко ку-ку. Не, ну ароматы правда классные. А вот эта вот свеча вообще отличная. У нас есть гель-йогурт для душа. Вот это что за красота? Вот гели-йогурты, кстати, для душа, они у нас низкомолекулярные и на основе 40% масел. То есть вообще, чтобы запихнуть 40% масел именно в гель для душа, там, где преобладает щелочная среда, которая разъедает все эти масла. Это очень сложно, поэтому мы создали именно низкомолекулярную текстуру, что позволяет коже быть напитанной после купания и не сушиться. Ну я вот этой свечки вообще балдею, я ее с собой заберу, как хотите. Представляете, вот у вас на производстве впервые Лена Летучая попробовала массажную вот эту свечу. Поняли? Я вот смотрю, у вас там еще какие-то награды, а покажете, что у вас здесь? Так, это все награды за бренд за примерно там год, за полтора года, если честно, не очень помню, когда там получила первую награду. А какая была первая? Я не помню. Ну это не цель, но я бы сказала приятно. Мне вот до сих пор дают, и я каждый раз выхожу на сцену, и говорю, когда люди говорят, что им неприятно, что признают их работу, они врут. Всегда приятно. Да, это приятно, да, но это не цель. Самое главное, это качество, которое... Мне кажется, цель все-таки, когда ты понимаешь, что люди выбирают твою продукцию, когда вы смотрите чистую прибыль, да, смотрите, как разрастается ваше производство, когда у вас есть возможности для того, чтобы расширяться. Вот это, мне кажется... Я вам по секрету скажу, что чистой прибыли пока что нету, потому что компания ее тратит на как раз-таки рост производства. На разработку, ну это все равно, она есть, но вы ее правильно тратите. Да. Не на Мальдивы? Хотя мы туда тоже. Куда без Мальдив? На Мальдив вообще мы не живем. Оль, спасибо огромное за то, что пригласили меня. Во-первых, я очень люблю Волгоград, не раз здесь была. Во-вторых, я удивлена тем, что вы изначально сказали, что весь бизнес вы создали с 50 тысяч рублей. Да. Это как раз видео для тех, кто все время ноет и говорит, что вообще вот у них это производство, они делают то, и это награды только потому, что они какие-то особенные, у них очень много денег. Вот, пожалуйста, Ольга, с 50 тысяч рублей все производство, которое мы увидели сегодня, было создано... Сколько людей работает сейчас на данный момент? Сейчас 130. 130 людей работает, вы посмотрите, большое помещение, чистая, отличная продукция, я ее использовала на себе. И отдельно хочу сказать вам спасибо за то, что у вас такая теплая, дружественная, дружественный коллектив и такая атмосфера правильная. Вот именно когда много уделяешь внимания, где-то денег, любви своему коллективу, у них есть желание создавать что-то хорошее вместе. То есть, когда люди приходят на работу и они чувствуют частью себя большой команды, они понимают, что они тоже это создают. Вот это, на самом деле, отдельно хочу сказать спасибо, и это для меня, в частности, определяет успех бренда и того, что вы достигли. Поэтому с удовольствием буду пользоваться вашей косметикой. Сейчас мы же подберем. Ребята, для вас, я надеюсь, этот экскурс в бренд Лимуз был очень интересным. И я надеюсь, что когда вы уже создадите элитную, значит, линию еще что-то, мы будем приезжать. И вы будете радовать и нас, и своих покупательниц. И, наверное, у вас мужская линия есть? Ну, мы на них там... Короче, когда вы разрастетесь, мы будем радоваться новым линейкам, новым продуктам. Спасибо огромное за то, что пригласили. Спасибо большое, что приехали. Ну, а мы пойдемте крему выбирать себе и свечки все забирать домой.